Уважаемые коллеги, всем доброго дня. Я вновь рада всех приветствовать. Вновь представлюсь для новых слушателей. Меня зовут Шевниан Марина Витальевна. Я являюсь методистом Центра лингвистического образования группы компании «Просвещение». В рамках уже сегодняшней нашей темы, и она в настоящее время является достаточно интересной и актуальной. Почему? Потому что, как вам всем известно, современная тенденция мирового развития способствует модернизации общества во всех областях, и образование при этом является исключением. И в связи с этим складывается тенденция к усилению роли иностранного языка в процессе подготовки квалифицированных кадров, которые обладают профессиональной компетенцией. Однако формирование профессиональных компетенций невозможно без внедрения современных информационных ресурсов в процесс обучения. В связи с этим в последнее время в высших учебных заведениях педагоги наряду с традиционными средствами стараются применять все более новые и современные формы и методы обучения. Разрабатывают различные средства информационных и коммуникационных технологий. Итак, вот какими же причинами определяется актуальность использования информационных коммуникационных технологий в образовании? Вот мы видим с вами, это и повышенная мотивация обучающихся, и высокая наглядность в представлении учебного материала, доступность информационных технологий в любое удобное для обучающегося время. Это и высвобождение дополнительного времени наших студентов для индивидуально самостоятельной работы, ну а для преподавателя на совершенствование и развитие образовательного процесса. Ну и, конечно, сокращается время преподавателя на разработку новой учебной методической литературы. Нужно сказать, что в настоящее время существует большое количество электронных образовательных ресурсов, которыми могут воспользоваться как студенты, так и преподаватели при подготовке к своим занятиям, ну а также для повышения уровня владения английским языком в целом. Ну и перед тем, как впереди к подробному рассмотрению пособий для обучения английскому языку в специальных целях, хотелось бы остановиться на проблемах, с которыми сталкиваются преподавателями, с особенностями методических пособий для обучения английскому языку. Нужно сказать, что сегодня многие преподаватели, учителя, преподавая курсы английского языка для профессионалов, различных областей сталкиваются с рядом проблем. То есть какие-то проблемы. В преподавателе столкнулись с проблемой отбора соответствующих терминов, которые характерны для узких специальных областей. Выявление типичных для профессиональных сфер, грамматики, лексических коллокаций, фразовых глаголов, лексических выражений, анализа вида речевой деятельности в специальных целях, жанров, регистров, устных и письменных высказок, профессионального жаргона, сленга и так далее. И нужно сказать, что преподавателям языковых образовательных курсов в специальных целях уже требуется не только владение английским языком, методикой его преподавания, но еще и знание особенностей деятельности специалистов в профессиональной сфере. Ну, будучи еще преподавателем Института лингвистики и межкультурной коммуникации Сеченовского университета, я могу это уже подтвердить однозначно, что здесь уже необходимо набирать еще знания, деятельность того, в частности, занимаясь медициной, я набираю еще знания в области медицины. И меня еще параллельно консультируют мои студенты, чтобы мне было проще ориентироваться не только с языком, я им помогаю с языком, они меня наоборот обучают в медицине. И вот какими же особенностями должны обладать методические пособия для обучения английскому языку в специальных целях? И, как вы видите, они должны обладать в первую очередь аутентичностью. Аутентичность не только языка и текста должна присутствовать, но и также обучающих приемах и тренируемых речевых и профессиональных умений. Внимание должно обычно уделяется отбору и обучению специальной лексики и грамматики, обладающих наибольшей частотностью в соответствующих профессиональных областях. Материалы специализированных пособий включают информацию о различных аспектах деятельных специалистов в профессии, и языковое содержание обучения интегрируется с профессиональным. То есть обучающиеся системно обладевают языковой и деятельной стороной языковой. И вот справиться с вышеуказанными проблемами и реализовать цели проекта позволяет серия учебных пособий под названием «Curray Parts». Издания данной серии будут полезны и интересны не только студентам в высшем учебном заведении, но и всем профессионалам, которые хотели бы изучать английский язык с учетом специфики своей отрасли. И надо сказать, что пособия данной серии подготовлены ко всем профилям обучения, каждый из которых ориентирует на определенные сферы деятельности. И вот давайте посмотрим сейчас на эти пособия. Мы видим, да, определяем пособие естественно-научного профиля. И вчера мы говорили с вами о профильных классах. И как видите, вы эти пособия можете использовать и в медицинских классах, а также в академических. Вот такое разнообразие пособий у нас представлен для естественно-научного профиля, для социально-экономического профиля. Далее для технологического профиля, да, здесь мы видим, что эти пособия вы можете использовать и в инженерных классах, IT-классах, которые сейчас стали достаточно популярными, кадетских классах. Вот такое тоже разнообразие, да, и многообразие пособий для технологического профиля. Для гуманитарного профиля и вот в педагогических классах вы можете воспользоваться пособиями с basирования, и так далее, да, а tradition во время учебов muchas тыrees для инженей, социально-экономического профиля, кемется не на меня учебар une affecting нашей Current International кофер-комcyj progression, и так далее. П göpar iconий, фастфуд, фут longtemps встретились. И сейчас перед вами пособия, которые уже буквально вышли на днях, и планируется их выход в этом учебном году. Кроме того, сейчас хочу обратить ваше внимание на сайт серии Career Path, где у вас есть возможность посмотреть сэмплы и ознакомиться с особенностями данных пособий. Говоря об особенностях пособий, я бы хотела обратить внимание, на какие же цели преследовали автор, создавая данную серию книг. Чуть позже мы с вами рассмотрим разворот учебного пособия, и вы обратите внимание, что здесь в серии речевой деятельности представлены задания на аудирование, говорение, чтение и письмо. То есть здесь мы, используя данную серию книг, мы обучаем ребят уметь понимать профессиональные темы разговора, обучаем общаться с носителями языка, обучаем понимать аутентические тексты и обучаем писать на элементарном уровне письма, составлять анамнезы, готовить справки, служебные записки, рапорт и так далее. И своей целью по окончании курса данная серия книг ставит умение понимать профессиональную терминологию и грамотно писать на английском языке. Нужно отметить, что серия Carry Pass состоит из трех уровней сложности от А2 до Б2 и предлагает более 400 словарных терминов и фраз. Каждый блок включает в себя проверку и понимание прочитанного, улучшая словарные запасы понимания, включает в себя разнообразные реалистичные диалоги, диалоги с лексикой по профессиональной теме, большое количество тестов на чтение и аудирование, письменные и устные упражнения, а также полный глоссарий терминов и фраз. Что касается состава учебных пособий, то в него входят само учебное пособие, состоящее из трех книг, из трех уровней сложности и Digibooks. Также в состав входит книга для учителя, то есть методические рекомендации по работе с этим пособием и аудиоприложения. Вот сейчас мы с вами можем взглянуть вовнутрь уже самого пособия и на примере Medical рассмотреть его особенности. Вот как вы видите, как я уже рассказывала, пособие состоит из трех уровней сложности, да, все три книги четко разделены, вы можете выбрать тот уровень, который вам необходим для работы. И вот сейчас давайте посмотрим на разворот этого пособия. Нужно сказать, что структура учебника представляет собой, она очень удобная для планирования занятия, потому что каждый разворот учебного пособия содержит материал для одного занятия. И уроки состоят из следующих разделов. Для этого я хотела бы сейчас прервать демонстрацию экрана, и для вас я подготовила видеоролик, который буду комментировать во время демонстрации вам. Так, а как мне остановить демонстрацию? Нажмите там, где написано, сверху, сверху. Так, сейчас, одну минутку. Скажите, Павел, сейчас вам виден экран? Сейчас появилось, вот да, да. Так, отлично, сейчас на полный экран. И смотрим видеоролик с моими комментариями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Уважаемые коллеги, вот обратите внимание, да, то, о чем я вам ранее рассказала, что одно пособие включает в себя три книги, да, три уровня сложности, которые четко здесь разграничены. И каждое учебное пособие содержит 15 уроков, 15 юнитов. Как я уже упомянула, структура учебного пособия очень удобна. Один разворот равняется одному занятию, и какие включает он в себя разделы. Первый раздел, с чего начинается само занятие, это с раздела «Get ready». Это такое вводное задание, в нем содержится два вопроса по основной теме урока, которые помогают обучающимся ознакомиться с новой темой. Принять участие в обсуждении или дискуссии, высказать свою точку зрения на затрагиваемые проблемы, поделиться своим опытом с одногруппниками. А преподаватели данный раздел дают информацию о фоновых знаниях, которые имеются у его обучающихся и позволяют уже мотивировать их студентов для дальнейшего изучения данной темы. Следующий раздел – это «Reading». То есть это уже предлагается текст на умение их чтения с разной стратегией. Задания под этой рубрикой предполагают работу с основным текстом урока на дотекстовом, текстовом, послетекстовом этапах. И каждый текст озвучен, что и позволяет нашим обучающим развивать мнение еще в аудировании. Следующий раздел – «Speaking». Он поднатачен для работы в парах, когда обучающимся требуется разыграть диалог на основе прослушанного и изобразить ситуацию максимально реалистично. И одновременно с этим тренируется активная лексика урока и развиваются умения в говорении. Говоря о лексике, здесь я хочу затронуть момент. Здесь вы видите с вами рубрику «Vocabulary». Данный раздел предполагает работу с новым лексическим материалом по теме урока. И далее мы с вами чуть позже увидим рубрику «World Bank», где выделены активные лексические единицы и предлагаются упражнения на их тренировку, на их тренировку, на активизацию и уже закрепление. И завершается занятие уже раздел «Writing». А он содержит задание по теме урока и предлагает обучающимся заполнить, например, анкету, запрос, написать отзыв, написать анамнез и так далее. И этот раздел предлагает выполнить задание коммуникативного характера, и его можно использовать, конечно, на ваше усмотрение, но рекомендуется использовать либо в качестве, предложить студентам в качестве домашнего задания, либо в качестве проверочной работы. И я еще хочу обратить внимание, что все задания здесь взаимосвязаны. То есть идет параллельная цепочка, которая вытекает в это заключительное задание в «Writing». Продолжение следует... Я хочу обратить внимание на раздел «Writing». Вот в разделе «Аудирование» предлагаются в основном диалоги, которые записаны носителями языка в ситуациях, максимально приближенных к реальным. И они позволяют обучающимся услышать живую речь с различным звуковым сопровождением, шумами на фоне. И сейчас это все будет продемонстрировано, что развивает у наших студентов умение различать и понимать английскую речь на слух. Ну давайте послушаем. Обратите внимание, что каждая часть учебного пособия завершается англо-английским словарем, в котором выделена активная лексика с указанием номера урока. То есть здесь очень такая удобная навигация. Если вам необходимо понять, в каком контексте использована данная лексическая единица, значит, вы обращаетесь в глотарий, здесь указан номер юнита, и сразу же находите его. Обратите внимание на Teacher's Guide. Это не просто книга для учитель, в нашем понимании, содержащая ключи, заданиям аудиотекста. Это нечто большее. Здесь рассказывается о том, даются методические рекомендации по работе с тем либо иным учебным пособием, как нужно объяснить необходимую тему. Плюс здесь сразу же для нас выписаны, помимо цели, задач, еще активные лексики, которые будут изучаться на том либо ином занятии, грамматические структуры, которые будут введены. Ну, помимо всего этого, ключи ко всем заданиям из трех учебных пособий, аудиотексты и скрипты к видеоматериалу, а также предполагаемые ответы к письменным заданиям. Говоря о современных информационных технологиях, сейчас я хочу обратить ваше внимание на электронные платформы, на Digibooks, которые устанавливаются на различные устройства, как вы видите. И здесь нужно сказать, что весь контент платформы полностью соответствует содержанию печатных пособий, а также включает аудио, видеоматериалы с пояснениями, интерактивные упражнения с акцентом на тренировку всех видов речевой деятельности, тесты для проверки полученных знаний и работы над ошибками, а также иллюстрированные и, более того, озвученные англо-английские слова в профессиональных терминах. Играет музыка Как видите, все успехи вашего студента фиксируются в специальном разделе под названием Progress, и вы можете тоже отслеживать эти моменты, обращать внимание, что западает у ваших студентов, на что нужно обратить в следующий раз внимание. То есть очень удобная такая разработка. И плюс я хочу еще обратить внимание на то, что, используя Digibooks, Digibooks, поскольку на различных устройствах вы можете их применять, устанавливать. А также вы можете ими воспользоваться и, например, в транспорте. Если, наверное, студент обычно, он готовится накануне или что-то по мере... Как только он, не знаю, за несколько минут до начала занятия, он начинает просматривать какие-то задания, конспекты. И здесь очень удобно. Он в транспорте может просмотреть какие-то материалы сразу, освежить их в памяти. Да и мы, когда что-то не успели подготовиться, можем сразу же пролистать какие-то материалы, задания, если что-то нам необходимо еще добавить, мы можем здесь делать закладочки специальные, да, и уже акцентировать, ну, обратившись уже на самом занятии, да, вот каким-то материалом, закладочкам мы сразу же можем также спланировать свое занятие. Какие-то, да, вот здесь импровизация тоже имеет место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вот что касается электронных ресурсов. И я сейчас хочу вернуться в презентацию. И обратить внимание уже на наш сайт, на сайт издательства просвещения, www.pros.ru. И вам виден сейчас экран, да? Я хотела уточнить. Да-да-да, все видно. www.pros.ru, как вы видите, по левую сторону экрана продемонстрированы все иностранные языки, которыми занимается наш центр. И здесь есть рубрика «Экспресс-паблишер», пройдя в которую вы можете уже детально ознакомиться со всей продукцией. Кроме того, перед вами сейчас методический журнал под названием «Просвещение иностранные языки», который познакомит вас со статьями авторов, методистов, учителей по работе с учебниками и дополнительными пособиями нашего издательства. Кроме того, хотелось бы пригласить всех желающих принять участие в публикации статей. Напомню, что публикация в журнале является бесплатной, с выдачей сертификата. И со всеми тременными вы можете ознакомиться на странице журнала. И сейчас вот на слайде продемонстрированы статьи, которые посвящены именно данной серии пособий «Career Past», с которой вы можете более детально уже ознакомиться. Еще один ресурс, который заслуживает внимания, это уже видео-версия журнала «Просвещение иностранных языков», которая размещена на YouTube-канале. Здесь мы выкладываем все вебинары, видео-лекции, образовательные рубрики по проблематике изучения иностранных языков. И на данный момент видеозаписи распределены на несколько плейлистов, в каждом из которых, как вы, дорогие преподаватели, ваши обучающиеся, смогут найти массу полезной информации для себя. И, пожалуйста, запишите наш контакт. Это общий контакт, адрес электронной почты нашего центра language.sobakapros.ru и мой электронный адрес m.sobakapros.ru в случае возникновения вопросов методического характера организации совместных мероприятий. Мы всегда будем рады вам помочь и вас поддержать. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, то я готова ответить на них. Продолжение следует...